добрый вечер дорогие друзья вот уже ровно пробилось 7 часов и мы начинаем нашу встречу потому что сегодня будет очень много информации у меня есть чем поделиться я приготовила для вас просто вагон и тележку нужных вещей и хочу для начала спросить хорошо ли меня видно слышно поставьте пожалуйста как обычно по десятибальной шкале насколько хорошо идет звук насколько удобно меня смотреть видеть и еще мне интересно есть ли среди вас новички то есть те кто пришел первые на мероприятие первые знакомиться со мной мне тоже это интересно так пошли первые десяточки благодарю значит звук хороший это главное и для тех кто пришел первый раз а я видела что у нас среди тех кто добавляется круг группу есть люди совершенно новые быстренько расскажу о себе потому что вы должны представлять насколько компетентный эксперт сейчас перед вами находится и первую очередь хочу сказать что я являюсь преподавателем европейского института естественно научных исследований и дистанционного обучения институт этот находится в германии я преподаю белоруссии есть такая возможность всего вот довольно официально и серьезно и филиал института находится в киеве для русскоговорящих также есть больше в дрездене также я читаю лекции провожу мастер-классы в разных странах это там прибалтика франция швейцария вообще в последнее время буквально за этот год уже посетила около десяти стран я с удовольствием участвую в различных конференциях особенно научных конференциях или что касается альтернативной медицины это вкратце обо мне чтобы вы просто имели понятие кто перед вами выступает и можно ли этому человеку доверять вот сразу хочу сказать для всех наших всех кто сейчас пришел на вебинар вас ждет конце кое-что очень интересное и сразу хочу вам показать результаты опроса которые мы сделали так быстренько покажу это институт вот о котором я говорила где я преподаю так мастер-классы которые провожу конгрессы которые посещают и первый выпуск экология питания кстати вот именно курс экология питания получил признание в институте это первый курс который вот благодаря которому у меня туда пригласили преподавать потому что он уникальный в своем роде и сейчас вы видите это наши выпускники самый первый выпуск который был который прошли этот курс этот курс сертифицирован и принадлежит сейчас полностью германскому институту и так тема у нас сегодня заявлено как выбирать действительно хорошие качественные продукты это я считаю вообще крайне важная такая тема интересненько да сегодня будет много чего интересного смотрите мы провели такое тестирование и результаты опроса показали большинство у нас проголосовала что потому что информация очень просто очень много я вынашивала эту тему несколько лет я собирала вообще все для курса годами участвую в конференциях потому что многие люди рассказывают об исследованиях но о них можно узнать там только вот именно с первых рук это все так просто не найдешь и мне было интересно узнать что сегодня о чем будут остановиться больше да на вебинаре и в основном проголосовали за как выбираются безопасные продукты в магазине и видеть нездоровые продукты в разделах здорового питания вот эта тема мне очень нравится на сегодня это хорошенечко разберем и я думаю вам она очень даже пригодится и так для начала сначала проведем давайте несколько тестов чтобы вы могли просто проверить себя на компетентность да вот насколько мы не для меня для самих себя и так вот смотрите атеросклероз одно из самых распространенных заболеваний так секундочку а начнем с кальцием здесь вот кальций на первом месте замечательно смотрите я приобрела морской кальций сейчас вам его покажу мне мне рекомендовали вот я пришла мне было интересно на одно обследование пройти и там рекомендовали вы знаете вот здесь у нас такой замечательный кальций вы можете его себе взять меня посмотрела состав состав состоит из морской кальций носитель лак лактоза да потом идет там витамин d совершенно незначительное количество и аэросил антислеживающий агент вот в таких я правда думала как обычно кальций он содержится в таких вот больше как таблетированный да его много но он содержался вот такие вот капсулки надеюсь сейчас покажу видно так видно то есть белые капсулы и там уже порошочек довольно приятный на вкус я его попробовала вот и сразу у меня к вам вопрос вас ничего не смущает в этом составе вот если бы вы взяли эту баночку посмотрели прочитали состав и вы бы выбрали этот кальций или нет я честно говоря меня смутило кое-что но об этом я расскажу чуть чуть попозже напишите что смущает вас вот сегодня мы его такие небольшие тесты для того чтобы вам было интересно и у меня большая просьба сразу включаетесь и в диалог потому что от этого зависит насколько много я успею дать вам информации так антислеживающий агент смутил аэросил зачем здесь лактоза лактоза носитель ну то есть наполнитель да там оказывается ну скажем так кальция как я потом узнала на это тоже нужно обращать внимание если вы покупаете какой-то бат или пищевую добавку там самым маленьким шрифтом самый маленький клуба нужно да мы смотрим сколько состав то есть сколько идет кальция кальция здесь написано 1000 идет 1000 миллиграмм то что нужно в принципе дневная норма но сверху написано в четырех капсулах то есть его и оказывается не так-то и много там содержится то есть четыре капсула нужно выпить по 250 это небольшая дозировочка уже для одной но тем не менее следующий у нас состав так антислеживающий агент замечательно потом мы в самом конце самом конце мы вот это все обязательно по полочкам разберем в принципе вы сами уже все будете понимать потому что процессе вебинара мы сейчас пройдемся по ним по всем этим составляющим относите ли вы вот этот продукт к здоровому питанию обратите внимание что сейчас перед нами это завтраки готовые хлопья зерновые мультизлаковые в принципе здесь состав если вам видно нет я прочитаю зерновые продукты то есть мука из цельно смолотого зерна так потом идет крупа рисовая овсяная глюкоза экстракт ячменно-солодовый и соль если вас что-то здесь смущает то пожалуйста напишите вот и и напишите да или нет относите ли вы этот продукт здоровому питанию как вы считаете это получается на такие экструзивные методом экструзии сделано вы видите хлопья да вот как в принципе вся америка я не знаю как насколько вы дан знаю что америка там живет на таких разных хлопьях и быстрых завтраках заливает молоком и на этом детки растут глюкоза нет хорошо там глютен нездоровый продукт особенно у тех кого непереносимости энтеропатия для многих ну так скажем он не страшен и иногда можно употреблять так нет хорошо спасибо вам огромное идем дальше следующее следующее у нас вот скажем такие продукты как масло без холестерина и сливочное масло и сметана что вы из этого порекомендуйте или или сливочное масло и сметана или масло или с холестерина по типа рекомендуете человеку у которого проблемы с сосудами то есть у него серьезные заболевания от расклероз у него повышенное давление давайте с вами подумаем что в основном потребляют такие люди рекомендуют употреблять И как, что вы порекомендуете? Вот человек хочет, например, заправить салат. Что ему лучше, использовать масло без холестерина или использовать сметану, но тем не менее у него атеросклероз, ай-яй-яй, вот здесь вот, да. Сливочное масло и сметану. Рапсовое масло. Сметана и сливочное масло. Хорошо, сливочное масло. Спасибо вам огромное за ответы, но помните, у него, у этого человека атеросклероз, то есть очень аккуратно нужно быть с холестерином, да, вот что обычно говорят. Рекомендую трапсовое, а нужно сметану. Я смотрю, у нас тут собрались в основном люди, знающие, я даже не сомневалась в этом. И теперь еще такой сироп шиповника. В детстве, я знаю, нас кормили этим сиропом, мне и очень нравился, содержит много витамина. Вот так, растительную молочку. Спасибо, Наталья. Ну, эксперты здесь тоже присутствуют. Так, дальше идем. Сироп шиповника. И давайте, у нас есть два варианта. Какой вы выберете? Один у нас содержит экстракт плодов шиповника, также экстракт плодов рябины, витамин С присутствуют, фруктоза и вода. И второй сироп шиповника, немножко плохо видно, но я вам скажу, тоже идет там плоды шиповника, да, вот. Потом сахар, аскорбиновая кислота и лимонная кислота. Вот, водный экстракт сиропа шиповника плодов, сахар, аскорбиновая кислота и лимонная кислота. Первый у нас, в принципе, все то же самое, только там еще плоды рябины, но это не актуально. Вот, фруктоза. Второй сахар. И тот, и тот, первый сироп. Как вы считаете, какой из них более подходит, ну, скажем, к принципам здорового питания? Первый лучше, первый, первый вариант. Замечательно. Благодарю вас, друзья, благодарю за то, что вы наиболее, ну, так активно участвуете, это здорово. Оба вредны. Выберу без сахара. Ничего не покупаю, лучше самой, ну, это идеальный вариант. Это понятно, все лучше, если самой, если знаешь еще и где и собрал ты этот шиповник в термосе. Угу, первый вариант. И еще такой тест. Иодированная соль. Дело в том, что иодированная соль тоже сейчас многие считают, что употребляя именно иодированную соль, мы удовлетворяем свою суточную потребность в йоде. Так это или нет. Вот мы покупаем только иодированную соль. Можем ли мы удовлетворить свою потребность в йоде и закрыть глаза, зачем мне еще думать и вообще париться над тем, нужен мне йод или нет. Морская соль лучше. Морская не содержит йод, к сожалению. Ну, содержит, но он улетучивается. Мы сейчас говорим о йоде. Я имею в виду, некоторые люди, покупая иодированную соль, они успокаивают себя в том, что больше никаких им дополнительных добавок там или морской капусты покупать просто не нужно. Лучше водоросли вместо соли. Да, это, конечно, это даже никто с этим и не поспорит. Так, хорошо. Йод сразу выветривается, бесполезно. Со временем выветривается. Да, есть сейчас еще зависит от того, едит калий или йодат калий, да? Йодат калий уже месяц выветривается, но тем не менее выветривается. Есть такое. Мне кажется, миф. Йод улетучивается лучше грецкие орехи. Ну, если они еще, знаете, зеленые и правильно приготовленные. Это все верно. И еще фейхуа. Вот не забывайте, сейчас пришло на наш инок. И пока еще оно есть. Я сегодня принесла замечательный такой продукт. Заблуждение. Спасибо вам огромное. Ответы на все эти вопросы мы очень тщательно пройдемся в течение вебинара. Тем не менее вы получите даже больше, чем сейчас мы говорим, да? То есть больше информации. И согласитесь, что от того, что появится у нас на тарелке, напрямую зависит наше здоровье и здоровье нашей семьи. И все ли мы покупаем, все, что полезно? Ведь с помощью определенных уловок и хитрых манипуляций вообще нас подталкивают приобрести там тот или иной товар. И на тему это даже есть целая наука. Потребительская психология. И она изучает то, как мы себя ведем в магазинах. И на основании данных производителей прекрасно научились манипулировать нашим поведением. Я обещала, что сегодня мы разберем некоторые такие ходы и уловки. И вообще эта наука называется в такое страшное слово мерчендайзинг. Буквально приводится как искусство торговли, которое существенно помогает повысить продажи. И благодаря эффективной выкладке в том же продуктовом магазине повышается количество незапланированных, ну вот таких вот импульсных покупок. И понятно, что размер среднего нашего чика начинает увеличиваться. Ну, конечно, главная задача любого супермаркета, это побудить нас потратить хорошую сумму именно в этом магазине. И таких способов немало. Ну, во-первых, можно даже регулировать темп. И как вы думаете, за счет чего можно, ну, в час пик, чтобы побыстрее люди двигались, да? А когда меньше людей, чтобы внимательно, потихоньку ходили, рассматривали продукты. Знаете ли вы, вот даже за счет чего можно вот этим манипулировать? Это тоже такие фишки мерчендайзинга, я думаю, вы догадались, за счет музыки. То есть создается такая определенная атмосфера, запускается музыка. Да, вот уже пишут, я вижу. Немножечко позже доходят сообщения, поэтому я их, конечно, буду видеть. И когда мы входим в магазин, вот еще такая, ну, такая вот фишечка мерчендайзинга, создается атмосферность. То есть, как правило, нас встречают цветы, могут встречать, да, какие-то там игрушки, открытки. И у человека сразу так вот раз и переключается подсознательно, переключается на такую благостную атмосферу. А если еще и разносится какой-нибудь запах выпечки, а это тоже часто бывает, то все, вот слюноотделение уже полным ходом. И понятно, что голодный покупатель, он в разы быстрее купит, да, что-нибудь и может в 10 раз больше купить. Это все вот такие вот маленькие хитрости, и о них тоже, конечно, нужно знать. Поэтому, конечно, желательно ходить в магазин в сыном состоянии. Сытый покупатель меньше приобретает, и вы это тоже уже прекрасно знаете. Еще такая есть фишечка, молочные продукты размещаются в глубине зала. А для того, чтобы дойти до них, ну, в основном, да, вот что люди покупают, молоко, хлеб, там, яйца, это все разносится в супермаркете в разные концы, чтобы по дороге человек что-нибудь захватил. Еще есть закон правой руки, потому что в основном все движение по залу происходит справа налево, то есть против часовой стрелки, и в это время человек будет смотреть направо, и именно там находится, ну, так называемая золотая зона, то есть выкладываются более дорогие товары или те, которые нужно быстрее, вот, чтобы их купили, и там срок годности проходит. Хочу сказать, что выкладка удачная еще на торцах стеллажей для детей тоже предусмотрена, особенно, я думаю, встречали вы на кассе, разные такие сладости выкладываются на уровне детской руки, да, чтобы ребенок протянул и начал топать ногами, купи мне это. И, к сожалению, сейчас идет еще, вот я заметила, что появился гематоген, и у нас, например, в супермаркетах стали продавать вместе со сладостями, как вы относитесь интересно к гематогену, считаете ли вы это здоровым продуктом или нет, тоже можете написать, да или нет, мне интересно ваше мнение. Недавно прочитала такую статью, Марк Хейн написал, это журналист из Соединенных Штатов, он расследовал, ну, в общем, там, статья для журнала Вейс, журнал расследований. «Как в России полюбили батончики с кровью?» В общем, такая статья. Вот, ну, гематоген, конечно, на 75% состоит из сахара, благодарю, что вы написали «нет», однозначно «нет». Ну, во-первых, конечно, это просто, я считаю, это, ну, я тоже крайне негативно отношусь к этой сладости. И если посмотреть на состав, ну, давайте посмотрим, там, сахар, патока, крахмальная, да, тоже сахар, жир растительный или сгущёнка, что тоже, ну, вы понимаете, это убийственные просто продукты, и оно ароматизатором, и, конечно же, тот самый альбумин, за счёт чего и рекомендуют многие его употреблять. Что такое альбумин, я думаю, все должны уже знать, мы люди взрослые. Это кровь, кровь бычья, и она высушивается в порошок, и потом добавляется, вот, причём, изначально сахар, сахар, я за вопрос, чем вреден гематоген, сейчас я вам, если хотите, немножечко расскажу. Изначально вот сахар, патока, вот этот вот жир растительный, это всё вываривается при высоких температурах, это уже получается, ну, такое, вот, довольно канцерогенная смесь, да, и которая и напоминает нам, и ту самую ириску, вот, вкус даёт, но, к сожалению, далеко не полезная. И альбумин, я считаю, это вообще, ну, это продукт геноцида. Ну, такие вещи, это довольно опасные вещи, и ни в коем случае, не дай Боже. Я просто почему решила остановиться, я считала, что, ну, это как ясный день, это всем понятно, но недавно была у подруги, давно я не видела, одноклассница, она говорит, ой, ты знаешь, а мы только на здоровом питании, мы даже конфеты детям не покупаем, вот у нас конфеты, и выложила вот стопку гематогена. И я села, и я понимаю, лучше бы она сникерсы покупала, ну, это, конечно, не лучше, далеко не лучше, но это страшно. Почему? Потому что, во-первых, в момент забоя животное пугается, его кровь поступает в гормон стресса, и, то есть, там присутствует кортизол. И данный гормон не только снижает внимание и худшает память, но и провоцирует состояние такой нервозности. Дальше, статистика свидетельствует, что в большинстве случаев кровь перенасыщена стероидами, лекарственными препаратами, антибиотиками, стимуляторами роста. Ну, то есть, вот там вот весь вот этот вот букет, да, прививочный материал, вот всё, что получает крайне нежелательное, то оно и находится в крови. И, к сожалению, хорошо, если на этапе обработки заготовленной крови скота не используют афасные фосфаты для стабилизации, но, как опубликовал журнал «Медик Форум», это всё, к сожалению, идёт туда, вместе. И вот под красивым названием «альбумин». Точно так же, знаете, как сейчас у нас привыкли всё называть такими красивыми названиями, как соматические клетки. Что такое соматические клетки в молочных продуктах? Ну, это гной, попросту говоря, да. Вот, и поэтому мы должны понимать, что стоит за этим названием. Мы сегодня должны быть с вами крайне мудрыми и крайне компетентными. Иначе это всё действительно становится, ну, рискованным своим здоровьем, и тем более здоровьем детей. И самое важное, вот это вот самое важное, я не понимаю вообще, вот ощущение, мы живём в каком-то мире кривых зеркал. Ведь я думаю, что всем известный факт, в Библии много раз повторяется фраза, очень много раз, не ешьте крови ни из какого тела. Потому что это душа, кровь есть душа всякого тела, и всякий, кто будет её есть, истребится. И я думаю, что однозначно это страшный продукт, и мы лучше должны деткам, такая замечательная картинка, приучать их ходить, более обращать внимание на здоровый продукт и своим примером показывать. И я знаю очень много семей среди моего окружения, по крайней мере такие, которые однозначно, изначально убирают вот всю химию. Нет никогда у них, ну, я так жила, я знаю, что это всё реально возможно. Никогда дома никакой гадости не будет. Но всегда в полной мере, полная чаша будет здоровых продуктов и хороших сладостей, которые мы там своими руками готовим или сухофрукты, орехи покупаем. И ребёнок к этому привыкает, он тянется, и он уже знает, что вот это мы будем есть. А вот это, мама объясняет, это химия за этой обёрткой, мы это есть не будем. Ещё есть золотая зона. Что такое золотая зона? Вот мы начали говорить. В основном, я видела, что в чате уже об этом писали, это получается то, что находится на уровне глаз. Всё верно. То есть покупателю хорошо видно этот товар, его удобно брать, поэтому туда выкладывают то, что выгодно в основном, то есть более дорогое или тот, который быстрее нужно продать, там срок годности уже подходит к концу, и мы должны не лениться. И заглянуть куда-нибудь там пониже, посмотреть, что находится. Можно найти более выгодную цену и даже лучшего качества. Это мы тоже должны понимать. И, конечно, когда я несколько раз проверяла, вот даже недавно ходила в магазин, специально смотрела, зачастую, зачастую более свежий товар кладут куда, немножечко так вот получается вглубь. Нужно просунуть руку, там достать, да, вот даже взять там, например, какой-нибудь йогурт, сметана, она будет более свежая немножечко дальше. И чтобы прозарядить обстановку, у вас была такая, ну, позитивная всё-таки настрой, я сейчас включу для вас ролик своих любимых уральских пельменей. Иди пока йогурт возьми. Только срок годности посмотри. Вообще месячная давность. Ну ты с краю не бери, они там специально просрочку кладут, чтобы быстрее брали. Смотри глубже. О, вчерашний. О, сегодняшний. О, завтрашний, смотри, а. Макрыники. Так, надеюсь, ну, у вас так же, я очень люблю просто уральские пельмени и немножечко так решила, чтобы мы посмеялись. И смотрите, на что, конечно, нам нужно в первую очередь обращать внимание. Я предпочитаю ходить со списком. Изначально пишу всё, что мне нужно, там, может быть, даже на мобильнике быстрее, чтобы не забыть этот список. Вот. И смотрю, и на этом концентрирую внимание, чтобы не отвлекаться. И отлично. И так вот, сейчас проводят разные игры, и этим самым тоже манипулируют нами. Мы, почему? Потому что люди, они любят, ну, так скажем, поддаваться какой-то лёгкой наживе, а если вы купили на определённый чек, вы можете выиграть такую-то сумму, но вы должны купить красный товар, и, как правило, это будет какой-нибудь ларёчный мусор. То есть, низкосортные вещи абсолютно. И лучше всего я, например, считаю, что я сама буду решать, что мне необходимо, я никогда не поддаюсь на эти уловки. И вы, конечно, здесь решайте сами. Дальше, на что мы должны обращать внимание? Конечно же, на этикетки и уметь их правильно читать. По данным испанских исследователей из Университета Сантьяго де Компостелло, женщины, которые внимательно изучают этикетки, оказывается, они гораздо стройнее тех, кого совершенно не интересует эта информация. Но порой этикетки тоже могут быть обманчивые. И совершенно нужно грамотно их уметь читать. И вот сейчас мне хочется тоже сделать на этом акцент. Мы с вами посмотрим, на что в первую очередь должны обращать внимание, что вообще должно указываться на этикетке. Ну, во-первых, сама этикетка, мы должны смотреть, она должна быть чистой, аккуратной, хорошо приклеенной. И на языке страны, в которой продукт находится. То есть, если я нахожусь в Беларуси, у нас, как правило, на русском языке. Если нет таковой этикетки, то значит, этот продукт каким-то нелегальным способом был доставлен, и я не рискую его уже покупать. Далее, на нем должно быть название продукта. И здесь тоже нам нужно быть внимательными, потому что измененное название, например, маслице вместо сладко-сливочного масла, маслице или там сгущенное молоко, сгущенка. Ну, я не считаю это ни то, ни другое здоровым продуктом. Но, тем не менее, вот это вот измененное название, творожок, оно будет значить, что там в составе уже находятся изначально другие продукты. В основном это трансжиров будет очень много, очень много сахара, то есть уже опасные продукты. Мы на это должны обратить внимание. Далее, состав. И мы о нем поговорим. Количество белков, жиров, углеводов. Дата производства, срок годности. На нее мы тоже пристально обращаем внимание, потому что, чтобы продукт не был испорченным или уже так приближался. Вот я смотрю, вот тоже прошлась по молочному отделу. В основном у нас почему-то все молочные продукты, как правило, двухнедельной давности. Хотя, если хорошая молочка, она вообще должна быть, в принципе, не более двух недель должен быть срок годности, потому что иначе там просто находятся какие-то или консерванты, или не те, скажем, ингредиенты, которые нам нужны. Дата производства. Так, мы сказали. И масса товара. Вот на массу товара сейчас тоже многие стали манипулировать. Я думаю, вы обратили внимание, что раньше был килограмм, если берешь, там, килограмм, скажем, крупы, будет килограмм. Потом 900 грамм, потом 700 грамм. Сейчас я уже смотрю по 500 грамм, скоро по 100 грамм будет, да? Ну, то есть все меньше и меньше. И на этом тоже хотят, как-то видно, сэкономить. Масло было литр, сейчас уже там 900 миллилитров, да? Шоколад 100 грамм, сейчас 90 грамм. Сливочное масло было 200, потом 180, сейчас можно уже 160 увидеть. Ну, то есть мы тоже должны вот это вот соотношение цены и качества понимать. Так. Трансляция прерывается через каждые два слова. Скажите, пожалуйста, у всех, напишите плюсики, у кого хорошо идет трансляция, и если она прерывается, я просто перезайду в комнату, и тогда мы, ну, чтобы знать, действительно ли плохо идет трансляция. На компьютер-тюторе все идет хорошо. Хорошо, тогда не будем прервать, и если есть возможность, перейдите на компьютер. Замечательно. После этого мы должны видеть, должно быть название производителя, его адрес, обозначение ГОСТа, ИТУ, хорошо, если вы знаете, что это такое, и предупреждение об опасности, если содержит следы глютена, да, и, конечно же, штрих-код. Ну, давайте, чтобы долго не останавливаться, посмотрим на примере, разберем такой русский народный продукт, каша из топора. Как видите, Дим, здесь указан вверху, видите, штрих-код. Я обращаю внимание, если меня интересует страна производителя. И, как ни странно, страну очень легко вычислить, несложно запомнить, что первые цифры – это код страны, потом уже код производителя, код товара и так далее. Вот первые цифры меня интересуют. Основные цифры, несложно, вот те страны, которые меня интересуют, я наизусть знаю, лучше всего, конечно, знать. Прекрасное качество. Спасибо, спасибо, Анастасия. Вот. Знать вот эти цифры, чтобы раз глянуть уже на скидку, 4 там, 0, да, Германия, 3 там, понятно, Франция, 4, 6 страны СНГ, ну вот на скидку, это ты понимаешь уже, ага, потому что могут писать одно, а на самом деле посмотреть, а из этой ли страны кофе прибыло, вот, и поэтому мы должны разбираться. Но, здесь указано у нас, смотрим, каша из топора, у нас там было 20, ага, здесь я уже перелистнула, вот назад. Посмотрите, 2, 0, да, что же это такое? Ни к одной стране, если посмотреть список, не относится. Оказывается, 20 это код магазина, а не изготовителя, и страну происхождения товара здесь уже не определишь, ну такая есть небольшая хитрая уловка. Другие вещи, на которых играют маркетологи, это ГМО, вот наша каша без ГМО, вот, и эту маркировку сегодня где только не увидишь. я порой встречаю соль без ГМО, слушайте, ребята, супер, ну молодцы, то есть они стараются больше привлечь, как можно больше людей. И мы составим в виде, еще, вот здесь, если обратите внимание на состав, и если можете его прочесть, да, то там будет модифицированный крахмал. Мне интересно, как вы считаете, модифицированный крахмал каким-то боком относится к ГМО или нет? Напишите, да или нет. Потому что, с одной стороны, у нас указано без ГМО, но с другой стороны, мы видим, вот, модифицированный крахмал. И, я хочу узнать ваше мнение от сода без глютена. Браво, Наталья, здорово. Да, да, модифицированный крахмал. Думаю, да, в основном все пишут, да. Вот. Дело в том, что, может быть, я сейчас вам открою большую тайну, модифицированный крахмал не имеет никакого отношения к ГМО. Но, воздействуя специальными реагентами, там идет пероксид водорода, пермагонат калия, да, просто видоизменяют структуру самого крахмала, там, картофельного, кукурузного. И тогда этот крахмал больше подходит для связывания свободной влаги. Поэтому его так любят производители и добавляют куда ни по пути. С ГМО не имеет значения, но, опять же, большое, круглое, но. Никто никогда не напишет носителя, да, то есть, из чего он был сделан? Если он из кукурузы, то, по факту, сейчас вся кукуруза ГМО. То есть, те, кто написал, да, в конечном итоге оказался прав. Так, дальше, вот, гамошку мы посмотрели, смотрим дальше, ароматизатор у нас, топор, идентичный натуральному, да. Как вы считаете, опять же, разберем, так, мы сейчас сегодня по косточкам пройдемся, по всем ингредиентам, идентичный натуральному. Это натуральный или это ненатуральный ароматизатор? Тем не менее, давайте подумаем. Очень часто, практически везде сейчас встретишь ароматизатор, идентичный натуральному. Ароматизатор топор, да. У нас каша из топора. Вот, такая замечательная каша. Нет, ненатуральный. Конечно. Вообще, все ароматизаторы можно условно разделить на натуральные ароматизаторы. Они будут сделаны там, из фруктов, из ягод, из каких-то концентратов. И ненатуральные вещества, которые имитируют природный. И они тоже разделяются. Понимаете, там получаются искусственные и идентичные натуральному. Что значит идентичный натуральному? Он полностью должен повторять вот эту схему, химическую формулу натурального. То есть, его делают так, понятно, что не из того, что выросла на грядке. Это все делается в лаборатории. Вот. Спасибо. Но тем не менее формула должна подходить один к одному. Поэтому пишут идентичный. Но состав будет искусственный. Этот ароматизатор однозначно идет из искусственного носителя. Вред и польза здесь ну, скажем, считается, что наносит так незначительный вред организму этот ароматизатор. Это не сильное такое токсическое вещество. Вот. Но для деток я бы не советовала покупать большое количество химических сладостей, где очень много будет вот этих компонентов, потому что все-таки без меры они начинают потихонечку разрушать печень. Вот у нас такие ароматизаторы. Дальше. Наша каша. Наша каша быстро растворимая, органик, да, мы видим экологически чистая, био, органическая. Все. Вот всю рекламу, которую можно было написать. И где можно наносить, ну, скажем, или по-другому задам вопрос, как вы считаете надпись ЭКО? Кто имеет право наносить? Вот к какому, если мы видим ЭКО, когда мы можем относиться серьезно? К какому производителю? Может быть, кто-нибудь из вас скажет? У нас здесь очень много довольно серьезных. Меня смущает столько рекламы. Ну, производитель постарался здесь, здесь нужно отдать ему должное снять шапку. Вот. ЭКО, кто может написать, и мы можем серьезно относиться? Пока тишина в чате, разрешено наносить только в Евросоюзе. И мы это тоже с вами должны учитывать. И только на те продукты, которые произведены строго в соответствии с экологическими нормами. То есть это без добавления искусственных удобрений, красителей, пестицидов, химии, стимуляторов роста, откорма животных, атибиотиков, приивочных материалов, гормонов, ветерет препаратов. Там не должно быть ГМО, не должно быть подвергнуто обработке с использованием ионизирующего излучения. Тоже очень интересный фактор. Мы разбираем это ионизирующее излучение по посточкам на нашем курсе. Потому что когда я читаю травы, вот я раньше не придавала значения. Знаете, вы когда в аптеке травы покупаете, прошел радиологический контроль. Я думаю, верно, из-за того, что в разных местах собирают, а вдруг в Чернобыль бабушка поехала собирать, а потом сдала аптеку. нет. Дабы не заводились насекомые, я разговаривала с человеком, который непосредственно связан с сетью этой трав и аптеками, и просто-напросто облучают эти травы радиацией, чтобы насекомые не заводились. Мы это тоже должны понимать. И вот такие вот вещи, да, я думаю, что очень нужно хорошо знать. И причем, если мы берем какой-то западный стандарт, то у них каждая стадия производства, она должна подтверждаться экологическими сертификатами специальными. Причем, если вы покупаете эко-йогурт на Западе, то там корова должна жить в экологически чистом месте, питаться экологически чистым кормом. Соответственно, давать эко-молоко, из которого готовится эко-йогурт. Кстати, как узнать, действительно йогурт с живыми бактериями или нет? Ну, а, конечно, запускала рекламу, ну, мы рекламный ролик запускали, да, пригласительный ролик на этот пар, где, опять же, уральские пельмени, там, бактерии, вы же живые, да, уже должны отвечать. Ну, можно и таким способом, но вообще, как вы узнаете, действительно ли живые бактерии, если вы хотите приобрести, по какому критерию мы можем узнать, жду от вас ответа. В России нет такой сертификации, да, мы сейчас об этом поговорим, Ирина как раз. Я пока, Наталья Усманова, браво, по сроку годности, конечно, конечно, он мало хранится, Светлана, спасибо огромное, мало хранится этот йогурт, да, по сроку годности, Мария отвечает, все правильно, срок годности, как правило, ну, идеальный, если йогурт, там, вообще, высокого качества, 48 часов, по ГОСТу, у нас, 7 дней, да, вот, с живыми бактериями, 7 дней, некоторые производители, там, растягивают сроки до 2 недель, ну, не более, и когда ты видишь, там, 2 года, я один раз видела, такой йогурт, на север приехала к друзьям, и они говорят, у нас все, у нас все не портится, я говорю, да, не может такого быть, ну, я привыкла, у нас в Беларуси, немножко другие продукты, на те времена, тогда еще были, вообще, качественные все, и я поставила на стол, и там, у них 3 недели жила, и 3 недели этот йогурт стоял, ничего, ничего вообще, вот, как был, так и есть, ну, только что, подсох чуть-чуть, и все, действительно, такие продукты не портятся, а написано, что он, конечно, живыми там, бактериями, все как положено, поэтому здесь, мы должны знать, вот эти вот, рамки, мерки, и, насчет, био-йогурта, еще так, немножечко расскажу, анекдотичную историю, когда я жила во Франции, в семье, они там, помешаны, био-эко, это только биомагазин, уважающая себя французская, говорила Алекс, Александра, она, говорит, ну, уходит только в биомагазины, и в биорестораны, вот, и у них биомолоко, там с фермы какой-то, они специально ездят, покупают, и, а так как оно было закрыто, оно там испортилось, то есть, биомолоко, оно, может и био, но бактерий там не было нормальных, знаете, когда вот в пакете, вот, совсем лежит, и превращается в такие тянущиеся, такие, неприятную массу, в общем, испортилось совсем-совсем, и она открыла, у них, они не знают, что такое кефир, что такое ряженка, у них нет сметаны, да, ну, у них нет этих, у них есть сырые, есть молоко, и она открыла, и я слышу такой запах, оно, ну, тухло, она уже, говорю, Алекс, Алекс, это надо вылить, она, нет, Оксана, нет, это же био, я говорю, Алекс, эти био там сдохли, а нет, нет, надо отдать собакам, потому что это есть кефир, в общем, я долго смеялась с их кефир, они не знают, что такое настоящий кефир, вот, я не знаю, выжили ли эти собаки, в общем, в конечном итоге, она все-таки отдала, была уверена, если био, то будет очень хорошо, но при этом понятно, что надо их хорошими бактериями заселить, чтобы было все хорошо, так, и температура хранения, Наталья, я вижу, вы у нас действительно знающий человек, во всех отношениях, да, все верно, мы сейчас к этому вернемся, я хочу сказать, что если мы встречаем на отечественных йогуртах вот такой вот знак, так, это вот европейские знаки, да, вот такой знак эко, эко-молоко, эко-сметана, мы должны понимать, что это просто хитроумный маркетинговый ход, не более, и если срок хранения, тем более, превышает ту же самую неделю, то, да, делайте выводы, и у нас эко-знака просто нет, конечно, многие сейчас начинают прибегать, там, к органичной упаковке, мы можем, кстати, хотите узнать, как действительно отличать органические товары, да, вот там, фрукты, или нет, интересно на этой теме остановиться, вот, и вообще, правду ли пишут на этикетке, вот мы видим, очень хорошо, органическая упаковка, написано органик, сразу такое доверие, а если это еще там, каким-то шпагатом, льняным перевязанным, ну, вообще, так, красота, да, конечно, так, интересно, хорошо, останавливаемся, ну, во-первых, понятно, критерий один, это цена, то есть, однозначно, органические, они будут дороже, и в Европе, у каждой страны есть своя марка, но мы, я думаю, всем вам знаком, вот такой евролист, ну, это такой главный критерий, по которому мы можем определить, российской национальной органической маркировки пока нет, но уже идет такое, достаточно, есть четкие критерии, что можно считать продукцией органического производства, в общем, принят федеральным собранием проект закона, УРА, в восемнадцатом году, в марте, по-моему, об органической продукции, проект закона об органической продукции, и там не используется ни био, ни эко, а именно органическая продукция, и если, если в маркировке стоит слово органик в России, да, или в странах СНГ, то это просто органик, эко, био, это маркетинговый ход, ни в одном нормативном документе такого понятия нет, это слово производителя, оно, в принципе, ни к чему не обязывает. Что касается био, то есть определенные стандарты на пищевые продукты, есть лишь в одном случае, когда имеется четкое определение, когда речь идет о молочных биопродуктах, да, так называющихся обогащенных, там, пре- или пробиотиками, мы знаем, как уже, да, как определить настоящий йогурт, вот, мы об этом говорили, и температура, вот правильно написала Мария, если я не ошибаюсь, главным условием хранения должна быть еще температура от 2 до 4 градусов, как в холодильнике, на нем это должно быть тоже указано, вот, а так вообще био присутствует в знаках очень многих зарубежных систем, и сертификация органической продукции, ну, в этом случае био тоже означает то же самое, что и органик. А вот, что касается фруктов, да, то хочу вам сказать вот такую интересную фишечку, наверное, многие из вас обращали внимание, что есть такие маленькие наклеечки на фруктах, вот здесь вот тоже, я думаю, для вас будет интересно, потому что здесь люди собрались, которые интересуются здоровым питанием, вот, и там существует вот такой вот PLU-код, Price Look Up, на нем должен быть набит вот этот пятизначный код, и если он начинается, как у нас на картинке, внимание, с цифры 9, да, то это однозначно органический продукт. Если другая цифра, может быть написано все, что угодно, но это продукт не органический. Вот я сейчас так покажу вам такие органические продукты с девяточкой, а вот здесь уже будет не девяточка. Для меня наш самый хороший знак, я, друзья, вчера купила гранат, очень вкусный оказался, и вот знак покруче девятки, знак качества, впервые в жизни, вот я купила в супермаркете и увидела вот такой вот знак качества, и считаю, что это, наверное, самый лучший, который существует, яблоко с дерева, оно тоже имеет этот знак качества. Ну что, хороша каша? Я думаю, что хороша. Вот мне теперь интересно, вы бы купили такую кашу? То есть у нас получается, ну состав практически натуральный, да, тот же ароматизатор, идентичный натуральному, и по сути ничего там такого нет. Каша, смотрите, органическая, без жиреная, там, без холестерина, без кло, без клютена, ну, без сахара, где содержит трансжиров. Вы бы купили такую кашу или нет, да, или нет, напишите, пожалуйста. Мне интересно тоже ваше мнение, и я скажу свое. Так, жду от вас ответа. Сейчас, конечно, очень много таких кричащих надписей можно встретить, диетический, натуральный, без сахара, без холестерина, богата витаминами, но это не говорит о качестве продукта. Я бы тоже не купила такую кашу, ну, во-первых, я не люблю, даже если немного содержится каких-то ароматизаторов, уже для меня нейтральный продукт, плюс, по иурведе лучше самим готовить, а не покупать, то, что давно уже приготовленное лежало, и к тому же там находится рафинированное, дезодорированное масло, я считаю, это одни из опаснейших продуктов, вот сколько я изучаю материала, и к сожалению, сегодня основная масса болезней идет из-за трансжиров, из-за рафинированных масел, мы к ним еще вернемся, вот, а сейчас немножечко хочу модифицированный крахмал, да, там в составе, все верно, Ирина, конечно, лучше покупать отдельно крупу и варить кашу, ну, и я обещала, что мы с вами пройдемся сегодня по магазину, ну, в магазин зайдем по разделу здорового питания, я лично вот зашла, сфотографировала наш раздел, и самое интересное, в основном, там находится такая основная масса, это хлебцы, это мюсли, это гранола, это разные, ну, там, скажем, фитнес-батончики, вы относите вот этот продукт к здоровому питанию, и, ну, вот, например, хлебцы, да, сейчас уже, я знаю, что многие отказываются от дрожжевого хлеба и правильно делают, берете ли вы хлебцы и покупаете их, есть довольно-таки, ну, скажем, состав, у многих чисто, только зерно и все, хлопья не очень, лучше цельные зерна, через слово глохнет видео, я так понимаю, что видео, если на компьютере, то должно хорошо работать, надеюсь, по крайней мере, на это, если совсем плохо работает, то я перезагружусь, покупаю хлебцы, кто-то не покупает хлебцы, сахар, есть без сахара абсолютно, хлебцы, да, да, я знаю, что многие сторонники, вот у меня даже среди моего окружения, многие друзья мои, да, они, просто, даже когда нет хлеба, когда-то пекут свой, а если нет, покупают хлебцы, и, хочу сказать, что очень многие, очень многие считают, вообще бытует мнение, что метод экструзии, а это готовится методом экструзии, позволяет сохранить в продуктах большинство полезных веществ, которые содержат злаковые, там, минералы, витамины, протеины, углеводы, вот, и продаются с помощью метода экструзии, что у нас есть, там, кукурузные палочки, подушечки, трубочки, хрустяшки разные, фигурки, хлопья, все, что угодно, там, чипсики, пищевые отруби, тоже методом экструзии, то есть, много чего готовится, да, то есть, вот такие, знаете, отруби, которые, как кукурузные палочки, и в свое время, я тоже была уверена, что это вполне здоровая продукция, я сейчас вам расскажу то, что пришлось откопать, потому что очень долгое время мне, я старалась изучить эту тему, да, и изучить очень досконально, давайте так, раз это мы сегодня проходимся по отделу здорового питания, остановимся на них, так, я думаю, это тоже для многих актуальная тема, известны вообще три основных метода экструзии, метод холодной экструзии, там готовят, например, смесь быстрого приготовления на основе слаков, там быстро растворимый суп или кашу, вот, есть каши, да, которые методом именно холодной экструзии, и к нему никаких претензий здесь нет, теплые экструзии, крекеры готовят, и горячие экструзии, вот как раз таки, при горячей температуре, готовятся все снеки, кукурузные палочки, хлебцы, и что самое интересное, когда начинаешь изучать эту тему, то находишь материалы только о пользе продуктов, и невозможно найти что-то против, и пришлось перелопатить очень много информации, когда я нашла, вот в результате, есть такая книга биохимика Пол Стрита, он в книге «Борьба с продовольственными гигантами», считает, что экструзия на высоких температурах не просто разрушает большую часть питательных веществ, но и денатурирует жирные кислоты и белки, и он описывает в своей книге эксперимент, проведенный одной зерновой компанией, она потом решила не обнародовать этот эксперимент, потому что крысы, которые питались экструзным зерном с добавками, они уже погибли в течение двух первых недель эксперимента, и это его натолкнуло на вывод, что там содержались не только полезные, но и какие-то совсем нехорошие составляющие в этой экструзии, и он стал эту тему копать. Еще один неопубликованный эксперимент был проведен уже очень давно, еще в 60-х годах, исследователи из университета штата Мичиган, они проверяли тоже 18 лабораторных крыс, экструзия стала популярной, кстати, в 60-х годах появилась она в Америке, и потом в 70-х у нас первые кукурузные палочки, вот, это, я думаю, многие помнят детство, с кукурузными палочками, куда же без них, так вот, тоже разделили крыс на три группы, и, говорит, та группа, которая питалась кукурузными палочками, приготовленным методом горячей экструзии, то эти крысы быстрее всего всех стали сразу апатичными, а потом погибли, и довольно тяжело погибали, и следствие потом вскрытия показало дисфункцию поджелудочную у них, печени, почек, дегенерацию нервов позвоночника и признаки инсулинового шока. Так вот, суть экструзии очень похожа на приготовление попкорна. Что это такое? Это сначала зерна замачивают, время замачивания где-то полчаса для гречки, там, или 12 часов для кукурузы, после этого подвергают при высоком давлении температуре до 300, понимание, вот здесь тоже прошу обратить ваше внимание, до 300 градусов, где-то 8 секунд, и при этом вода, которую напитались зерна, она мгновенно превращается в пар и выкручивает зерна наружу, а высокое давление потом их спрессовывает в брикет. Если нужно, есть еще и фотоотчет Веста на Прайса, он опубликовал для научной конференции Консимихэлсов в Канаде в 2002 году, есть все ссылки, и он утверждает, что при такой обработке аминокислоты белка формируют новые соединения, совершенно чужеродные для человеческого организма, и процесс экструзии разрушает органеллы и рассеивает белки, которые затем становятся, к сожалению, по его мнению, токсичными. И когда белки разрушаются, таким образом это может негативно влиять на нервную систему. И в конце он пришел к интересному заключению, что в этом же отчете, что экструдированные продукты из цельного зерна, которые продаются в отделах здорового питания, даже более опасны, чем аналогичные нецельнозерновые, очищенные, быстрорастворимые, с разными химическими добавками и подсластителями. Но это вот его мнение, и я считаю, что к нему даже можно прислушаться. Все ссылки есть, если нужно потом в чате всем без вопросов могу скинуть на эти исследования. Но к тому же, в хлебцах очень часто содержится еще... Это вот мышки я сделала такую фотографию. Кроме этого, в хлебцах нужно внимательно смотреть состав. Зачастую мы можем найти дрожжи, найти разные... Вот я взяла хлебцы, внимательно надо смотреть. Кроме этого, подсластители. Вот мы тут видим подсластители. А подсластители тоже отдельная, очень интересная тема. И они бывают... Ох, какие разные! Да, хлебцы находятся на полке с диетическими продуктами. В основном, да. Так. Дальше смотрим. Дальше идем. Вот я нашла такой продукт кисель льняной с клетчаткой. Давайте посмотрим на состав. В составе мы видим на первом месте всегда тот продукт, которого в большей массе добавляют. И здесь мы видим сахар. Это уже должно насторожить. То есть он стоит первым. Далее идет крахмал. И после этого уже все составляющие ингредиенты. Ну, во-первых, кисель, да, который с клетчаткой не нужен. Кажется чудесно. Кисель с клетчаткой. Супер. Но вот этот жмых, который взят для киселя, получается, там уже с него вытащили ту же самую омегу. И когда вот мы видим, да, что он кисель, здесь содержится очень много омеги, это, опять же, всего лишь реклама, потому что омега ушла в льняное масло. Жмых остался, по сути, пустой. И к тому же, со временем окисляется, как бы мы не хотели. Если мы хотим семя измельчить, лучше перед употреблением это сделать, чтобы омега не окислилась. Вот такие вот небольшие фишечки. Не люблю кисель. Дальше. Мёслики. Опять же, у нас здесь и сахар, и эрофированное масло, и крахмалы, цукаты, эмульгатор. Ну, эмульгатор 322, это просто лицетин, в принципе. Но состав мы должны читать очень внимательно. И если заявлено, что это продукт полезный и стоит на полках здорового питания, не факт, что это будет таковой. Гранола. Следующий у нас. Здесь плюсик производителю, он честно написал, в составе пальмовое масло. Опять же, Е322 это лицетин, да, Е500 это сода. Вот. Но, вот этот вот продукт меня немножко насторожил. И, вот если вот так посмотреть, то далеко нездоровые продукты, вот если посмотреть вот эти сухие завтраки, да, причём хрустящие, они будут жареные, то есть это уже однозначно нездоровый продукт в составе, и очень много будет подсластителей. Здесь очень осторожно нужно к этому относиться. Вообще, некоторые батончики, фитнес, как заявлено, да, такие здоровые, ну, для здоровых людей, очень сложно. Вот я когда пересмотрела вот эту полку здорового питания, очень сложно найти действительно здоровый продукт. Но они есть. Вот. И в составе порой столько сахара, которое превышает все допустимые нормы. и он будет даже для людей, которые хотят скинуть лишний вес или похудеть. Я бы не советовала брать такие вещи. Лицетин. Хороший вопрос, Лилия, насчёт лицетина. Дело в том, что лицетин действительно прекрасный продукт, если он не из ГМО-сои, улучшает память. У нас даже есть такая шутка, что, ой, надо лицетина попить, забыл, забыл, надо лицетина попить, если вы хотите. И он хороший продукт и используется в многих компаниях, как БАД, биологически активная добавка. Если из качественного сырья. Всё, что мы видим на упаковках, это далеко не тот лицетин, который мы хотели бы иметь. Поэтому с ним нужно быть поаккуратнее. Вот я нашла скандинавские хлебцы. В принципе, довольно внушают сначала доверие, то есть и хорошие хлебцы, хороший состав, всё чудесно. Вот. Ну, что там? А, рафинированное масло. Опять же, я никогда не куплю такой продукт с рафинированным маслом. Ну, когда искала, я нашла то, что нужно. Вот, действительно, хороший состав. Он мне понравился. Здесь ничего, кроме хлопья овсяные, там, ячмены. В общем, в принципе, только хлопья и финики, инжир. Зачастую в батончиках можно встретить сироп фруктозы, да, сироп глюкозы или глюкозно-фруктозный сироп или фруктовый сахар. Вот мы вначале делали тест и основная масса написала людей, я бы приобрела первый сироп, да, там, где нет сахара, но там есть фруктовый сахар. Вот помните, когда я показывала тот самый этот сироп шипомника? И мы должны с вами отлично понимать, я очень хочу здесь остановиться и довольно серьезно поговорить с вами о фруктозе. Вообще, фруктоза это обычный углевод, он слаще сахара в несколько раз. Когда его изобрели, сказали ура, ну просто и слаще сахара, да, и не вызывает всплеск инсулина, ну вот этот вот инсулин не выделяется. Можно для диабетиков. Многие люди считают, что на нем можно похудеть. Как вы считаете вообще, как вы относитесь к фруктозе? Это здоровый продукт? Да или нет? Напишите. Я, тем не менее, хочу рассказать, как это есть на самом деле. Он, да, фруктоза у нас изначально присутствует в большом количестве сладких фруктов. С одной стороны, кажется, ну полезно, но фруктоза полезна только в самих фруктах. И все, что задумано природой, конечно, гармонично и безопасно. Но там, к сожалению, когда чистая фруктоза, когда ее, как бы вырвали слово из контекста, там нет клетчатки, которая замедляет сасывание фруктозы. Вот, и в этом вся опасность. Сахар белый, кристаллический. Что это? Я не понимаю ваш вопрос. Это сахар, это сахароза. Вот, а фруктоза это вот именно и моносахарид, углевод. Вот, на фруктозе сейчас уже во всю трубят, разжирела вся Америка. Ее содержат почти 40% продуктов в Америке. И ученые из университета штата Лузиана считают, что именно использование фруктозы в ответе за эпидемию сбыточного веса в США, связанную с широким распространением пищевой промышленности, заменителей сахара на основе фруктозы. И в отличие от глюкозы, фруктоза не усваивается клетками для получения энергии. Наши клетки усваивают только глюкозу. А фруктоза, она что делается? Она транспортируется в печень, там превращается в гликоген, а излишки уже превращаются в жир. Хуже сахара, Наталья пишет, 1 грамм фруктозы образуется в 40 грамм жира. Вот, все совершенно верно. Как посластитель вреднее сахара. Совершенно верно, Елена. Спасибо вам за ответы. Но вы знаете, что самое опасное? То, что организм, который обманутый раз этой сладостью, два этой сладостью, он со временем перестает усваивать и глюкозу. И употребление фруктозы способствует резистентности тканей к инсулину. И вот на этом нужно очень внимательным быть, потому что именно фруктоза для тех, кто болеет диабетом, это одно, это выход с положения, потому что им не нужно всплеск инсулиновый, для них опасен. А вот фруктоза от диабета это уже миф, наоборот, фруктоза она приводит к диабету. И также, я считаю, довольно опасно думать, что, как мы вначале говорили, покупая иодированную соль, многие считают, что они удовлетворяют свою суточную потребность в йоде. Я с огромнейшим уважением отношусь к главному эндокринову Казахстана, академику Зельцеру. Сейчас он уже на пенсии, вот, и Михаил Ефимович в 85 лет отжимался 100 раз. И он считает, что, чтобы удовлетворить суточную потребность в йоде, я смотрела интервью с ним, он говорил, ему нужно в день съедать 200 грамм, вот, понимаем, 200 грамм такой соли. То есть, по сути, мы не должны другого ничего есть, только соль. Тогда мы будем удовлетворять эту потребность. И чаще всего используют два соединения, я вначале говорила, едит калия и едат калия, но организм больше нуждается в элементарном йоде. И ВОЗ у нас сейчас рекомендуют 200 микрограммов, 200 микрограмм они едва-едва покрывают потребность щитовидной железы, а в йоде нуждаются не меньше там и слизистая желудочно-кишечная тракта, слюнные железы, молочные железы. 90% мастопатий уходит при грамотном добавлении в рацион именно атомарного йода. Это опять же слова, как я уже говорила, главного эндокринолога Казахстана. И это действительно так, мы делали встречу, встречу по йоду, если нужно, мы потом скинем чат ссылочки, или я попрошу даже администратора скинуть ссылочку, оставьте у себя это видео, если вы не смотрели. И после того, когда люди пропивают йод, я не имею в виду йод в бутылочке, а настоящий качественный атомарный йод, уже сейчас очень много людей пишут, какие изменения происходят в организме. И я посмотрела, потому что все мое окружение, изначально мы сами стали пить йод, потом только я стала что-то рекомендовать людям, и я заметила сразу, во-первых, у моих близких людей, у девушки была проблема с грудью за один месяц в два раза, волосы сразу гуще становятся, замечают лицо, морщинки через два месяца сначала обсыпает, потом очень хорошо начинаешь выглядеть, замечают о том, что многие проблемы даже с высоким давлением уходят, тремор моего родственника у него ушел, я говорю, а как я забыл про него, йод принимал и очень-очень много вещей вплоть до серьезных проблем у кого опухоли и очень хорошие результаты, но это, конечно, отдельная тема, и если нужно, хочу сказать сейчас, да, вот даже если вы, ну, скажем, не имеете достаточной суммы, хотя я считаю, это вообще первоочередно это наше здоровье приобрести йод, то сейчас есть такая возможность, идите хотя бы на рынок, возьмите вы это феюха, сами делаем, заготавливаем, я тоже постоянно в чате об этом говорю, поэтому и то, что я вообще отдельную тему, я, наверное, для тех, кто потом расскажу отдельную тему по йоду, я сделала для наших диетологов и сделаю такой подарок тем, кто пойдет на курс экологии питания, вот эту вот тему йоде от и до по всем дозировкам я, наверное, им скину. Дальше идем, много лет я вообще конечно много лет собираю вот эту информацию, которую я вам сейчас говорила, да, и весь этот объем я поместила в курс экология питания, и он получился довольно достойный курс, я им горжусь, и сейчас хочу немного о нем рассказать, но при этом я каждый раз буду приводить какие-то примеры, опять же, в вашу копилочку, да, то есть мы будем при этом давайте и рассматривать вещи, которые могут вам пригодиться, то есть давать советы, не просто рассказывать о курсе, а еще и будем проходить многие моменты, так что не спешите, кто там решил убегать, оставайтесь, это важно. К тому же в конце у нас будет очень интересный розыгрыш. Итак, самое, он состоит из 11 блоков таких занятий, да, и 12 у нас подарочный будет лекция онлайн встреча. Первое занятие мы полностью продолжаем по косточкам разбирать вообще все уловки маркетологов, разоблачать там всякие ходы производителей, разбираем самые так, у меня тут идут вопросы, я не успеваю смотреть чат, давайте, наверное, еще быстренько пройдусь, фруктуру, в чем содержится атомарный йод, это казахские академики изобрели 70-х годов там исследовали, и вот сейчас можно, вообще я хочу с разными производителями делать встречи периодически, потому что эта тема невероятно, невероятно важная, я настолько считаю, что просто я готова только об этом говорить, потому что именно серьезные проблемы в моей жизни возникли именно из-за этого, из-за недостатка йода, и опять же остановлюсь немножко на ней, позвонила мне моя родственница, она всю жизнь проработала в Гомельской области, в медицине, и она говорит среди своих, вот в поликлинике сделали обследование только своих работников, и вы представляете, большая половина там 55% или 60% она говорила, медработников уже оперированы, щитовидная железа, молочные железы, и по-женски, самих медработников, она говорит, куда мы катимся, и именно эти три проблемы недостаток йода, представляете, всего лишь добавить йод, и можно было очень многого избежать, потому что я вижу, какие результаты у людей появляются, когда они начинают просто даже добавлять йод в рацион, это очень, это крайне важно, фейхуа, да, да, 127-ое, все верно, фейхуа есть с кожицей, с сушеной, ламинарией, да, но вы, просто таких дозировок, если, если профилактически, можно, но, если вы хотите избавиться от определенной проблемы, то, дозировки должны быть повышенные, здесь однозначно, и обратите внимание на дозировки, которые японцы, одна из самых нехороших наций, в смысле, они любят там, очень курящая нация, очень пьющая нация, очень здоровая нация, и это сейчас очень много книг я перечитала, связывают именно с их употреблением йода, и у них от 13 тысяч тысяч микрограмм, то есть 13 миллиграмм они потребляют в день, и, конечно, это очень много ламинария придется съесть, если мы хотим какую-то проблему решить, с кожицей, если мы говорим о фьюхоа, то обязательно с кожицей, найти спелую, вот сегодня я нашла, можно походить на рынок, нужно их, в принципе, можно найти и спелую, они будут чуть-чуть более желтые, ну, даже если зеленоватые, порезать, смешать с медом, супер получается, просто супер, спирулина, смотря какая, спирулина бывает разная, на спирулине я выписывала эко, у меня дочь приводила из Франции, мы выписывали, класс, мы, хорошие результаты я делала до анализы свои, смотрела по крови, пропивала хорошую дозировочку спирулину, смотрела после, мне были, мне понравились результаты, но нужно смотреть, да, чтобы она не была там с Китая и так далее, Далее, бат с йодом, какой выбирать, Елена, вы знаете, очень, очень хороший вопрос, и посмотрите, ссылочку, мы, наверное, я попросила администратора сбросить на встречу с йодом, и там вы можете заказать тот йод, который мы пьем уже с середины июня, середины, ну, можно сказать так, летом мы начали пить, и очень хорошие результаты пошли, еще буду очень, мне понравились производители, тоже видела отличные результаты, хочу сделать встречу, смотрите за нашими, думаю, со временем мы сделаем такую встречу, буду разных производителей, которым можно доверять, выводить, и об этом, я думаю, еще разговор не закончен, еще будет, вот, нужно, если щитовидка удалена, нужно пить, вот, дальше, у нас море рядом, это хорошо, когда море рядом, но даже японцы, у которых море рядом, они пьют, при гипертириозе, вы знаете, нет, я, нужно пить, вот, я сейчас, опять же, у нас времени не так и много, столько хочется еще рассказать, при гипертириозе, сама я встречалась с удивительным человеком, потому что у меня гипертириоз, очень, очень, я, ну, слежу за этой тенденцией, да, очень давно получила этот диагноз, и, встретилась человеком, который просто, не знаю, мертвых там поднимает, и он, сказал, вот, мы с ним разработали схему, он говорит, нужно пить йод, я тоже встречала, тот же, тот же самый, докринолог, я хотела к нему достучаться, да, Казахстана, о котором я вам говорила, Зельцер, академик, он, он тоже говорит, что гипертириоз лечит йодом, но нужно грамотно, нужно навредить очень сильно, поэтому, небольшими дозировочками, плюс, под прикрытием антиоксидантов, определенных, натуральных, ну, в общем, это определенные схемы, и если хотите, там, могу вам посоветовать специалиста, дальше, недавно читалось, что с йодом надо быть осторожной, вред нанести, может анализы, очень осторожно, особенно с тем йодом, который продается в аптеке, да, крайне осторожным, и есть совершенно другой йод, его называют умный йод, который организм выводит лишнюю дозу, если вы даете, ну, то, что ему не нужно. Про спирулину я немножечко сказала, мы выписываем, в общем, можно посмотреть там, конечно, на iHerb, но я стараюсь выписывать со знаком био, настоящую. гипотириоз, гипотириоз можно, есть случаи, Людмила, да, да, мы остановились на йоде, но, опять же, вот отдельную тему, где я все разбираю по косточкам, я решила, вот всем, кто сегодня, только, только тем, кто присутствует на вебинаре, и пойдет на курс, обязательно эту тему мы с вами хорошо проработаем. Итак, первое, силен нужно принимать, да, да, 200 микрограмм я принимаю, если пью йод. Все верно, давайте по теме. Итак, смотрите, потому что еще много-много фишек, хочется сказать, будем разбираться, то есть продолжим тему разбора, она очень интересная, также распространенные способы обмана покупателей, очень много таких вещей, которые мы должны знать. А вот посмотрите, я даже показала некоторые вещи, да, а мы это не учитываем. Пройдемся внимательно по этикетке, еще раз, очень, покажу такие моменты лживых этикеток, которые мы, ну, должны подмечать. Будем определять качество продуктов по определенным признакам, после этого внимательно разберем, опять же, тему биоэко, ГОСТ-ЭТУ, очень важно, ГОСТ-ЭТУ, да, что есть что, и некоторые, даже считают, что вот, если написано ГОСТ, то все, все, значит, ГОСТ-ЭТУ, продукт хороший. Здесь тоже есть свои подводные камни, мы их разберем. Виды фальсификации продуктов, что сделать, если вас обманули, то есть права, нужно знать свои потребителю, и как выбирать продукты правильно. второе занятие у нас получается, второе занятие, вот я считаю, что оно очень нужно тем, особенно кто веганин, да, викторианцев, то есть все по овощам, фруктам, как избавиться от химии. Это нитраты, нитриты и нитрозамины. К слову, к слову, да, как вы считаете, что более опасное, нитраты или пестициды? Вот мне интересно, напишите, что более опасное, на ваш взгляд, нитраты или пестициды? И самое интересное, недавно читала открытие, американские ученые сделали такое открытие, они получили за это Нобелевскую премию, вот, и они утверждают, что даже нитраты не представляют такую опасность, даже полезную для организма, то есть там, у кого высокое давление, хорошо есть нитраты. Но здесь я бы сделала такую ремарку, потому что нитраты, они тоже бывают разные, и они бывают естественные, да, там в природе везде есть нитраты, это азот, это он есть везде. И когда их сыпят без меры, это уже немножечко другой вопрос. Пестициды, все верно, пестициды более опасные, и на самом деле нитраты не представляют такую опасность, как нитриты и нитрозамины. А как сделать так, чтобы нитраты не перешли в опасную форму, да, нитритов, как раз и узнаете на этом занятии. А также, как правильно хранить овощи, как приготовить салат, чтобы нейтрализовать те же самые нитраты. Будем учиться отличать нитраты, нитратные овощи по внешним признакам. И также, где используют пестициды, как себя безопасить от них. Вот смотрите, какая важная информация. Будем определять наличие опасного дифенила, которым сейчас щедро поливают, к сожалению, фрукты. Правила обработки овощей и фруктов перед употреблением. Подробно разберем процесс сульфитации и в производстве сухофруктов, а также, как сделать сухофруктами полезными для здоровья. смотрите, даже Месли, когда я проходила по делу здорового питания, думаю, ну какой правдивый производитель написал, да, смотрите, там, абрикос, консервант, диоксид серый, изюм, виноград, диоксид серый, банан, диоксид серый, ананас. И вот весь день сделан, его описал. Как правило, мы берем, но его нигде не описывают. А сульфитация, она признана везде, без нее вы уже не купите ни один сухофрукт. Мы должны правильно и грамотно избежать этого. Так, да, вот об этом как раз таки я и говорю, Елкуша. Хлеб под микроскопом, я уже не раз говорила о разных сюрпризах, которые таит в себе мука и хлебобулочные изделия, но сейчас бы я хотела очень подробно с вами разобрать эту тему. Здесь, чтобы вы были настоящими экспертами в области питания, ведь все мы любим хлеб и выпечку, но как сделать так, чтобы она не наносила колоссальный вред здоровью, который она наносит, а только приносила пользу. И что на этот счет, вас здесь уже ждет много хороших советов, проверенных временем, там скрытые добавки хлебобулочных изделиях мы разберем. Кстати, когда стали бромировать муку, это было, по-моему, в середине прошлого века, на 30% сразу увеличилась мастопатия. Ну, в общем, к нам позже пришло, в Соединенных Штатах сразу стали бромировать муку, и количество мастопатии выросло. Опять же, возвращаемся к йоду, да, почему? Потому что это галоген тот же, ну, они за те же рецепторы борются, йод, бром, фтор, вот, поэтому очень, вот эти вот заменители, ну, химические добавки, чем вредны, они встраиваются, и потом портят полностью, все биохимические процессы ломают в организме, и отсюда всплеск пошло вот таких заболеваний у женщин, которые сейчас, ну, очень практически у каждой второй женщины. Опять же, бромированная мука всего лишь, казалось бы, важно пить йод, чтобы оградить себя, и очень важно знать вот эти вот вещи, как уходить от бромированной муки, ну, то есть, разбираться, где есть что, где есть хорошее, где не очень. Химическая обработка продуктов питания, это следующая тема, четвертая. Там мы, кстати, давайте опять же, да, отвлечемся, проведем такой небольшой тест, я говорила, что походу буду давать вам советы, посмотрите, знак, вы знаете ли, что он означает? Вот этот знак, первое время, когда я его видела, я думала, он больше похож там, эко-биопродукция, вот, вообще он называется знак Радура, и это означает, что продукт обработан радиацией, для чего? Ну, для того, чтобы дольше хранился, очень много с Китая, кстати, таких продуктов, вот, и как я уже говорила о травах, да, и эти вещи тоже надо знать, вот, вы для себя, даже не для меня, а для себя, вот так вот, возьмите на заметку, и вот такие вещи мы оговариваем на курсе, вообще считаете, эти знания, они, у нас, это просто первоочередные, я даже не знаю, как их, можно сравнить с чем-нибудь, то есть, это даже школьник сегодня, эти знания должен изучать, это наша с вами безопасность, и как уменьшить вредное воздействие опасных веществ через питание, мы тоже об этом поговорим, и мы в этом занятии, вы будете удивлены, когда прослушаете эту лекцию, ведь многие из нас даже не подозревают, какие подводные камни бывают в процессе обработки, и, конечно, мы поговорим о том, как их избежать, плюс, мне хочется всегда добавить такую позитивную ноточку, позитивную информацию, поэтому я хочу рассказать о целебных свойствах продуктов, которые помогают защитить организм, оплатаясь сильными, не только антиоксидантами, но и радиопротекторными свойствами, я эту тему я готовила, вообще хотела отдельно сделать такой, отдельный курс, как избежать от малых доз радиации, как помочь себе, как выжить, потому что есть продукты, которые помогают нам, но это всё сейчас отместило, все эти знания в этот курс. Следующее, пятое занятие, как нейтрализовать скрытые антибиотики, это памятка покупателю мясной продукции, как определить качество покупаемых продуктов, опять же, будем разбираться в составе, для чего добавляют нитрит натрия, нужно ли его опасаться, пройдёмся по фальсификатам, здесь будут свои секреты грамотного покупателя, а также научимся выявлять содержание опасного красителя, фуксина, вообще хочу сказать, что этот материал будет интересен и полезен не только мясоедам, здесь даже те, кто не употребляют мясо, советую посмотреть, и это занятие, почему, во-первых, мы говорим там о разных добавках, они присутствуют не только в мясных изделиях, повсюду, вам их нужно знать о в лицо врага, во-вторых, во многих семьях есть, есть мясоеды, и мы можем помочь им не навредить своему организму и здоровью, и от вас это будет такая глобальная помощь, можете даже пригласить посмотреть вместе, и после этого, я уверена, ваш близкий человек будет склоняться уже больше смотреть на здоровые продукты, вот, и в-третьих, вы можете быть настоящим экспертом по питанию, и тогда, когда нужен будет ваш совет, или ваше мнение, вы всегда можете оперировать довольно серьезными фактами, которые мы разбираем, поэтому, три раздела по мясомолочке, по морепродуктам, я вам советую тоже посмотреть, способы обмана, и методы определения качества рыбы, очень интересная тема, кстати, сейчас все чаще встречаю в Интаграме, в Инстаграме рекомендацию, ну, такие рекомендации по ПП питанию, например, например, давайте сделаем салат из тунца, это так полезно, и мне всегда хочется задать этим блогерам вопрос, вы никогда не задумывались, почему тунец запрещен во многих странах для беременных, почему он считается опасным, и вот это вот, а вот я взяла эту фотографию с блогера, блогер молодой мамы, да, и эти вещи, они потом очень, очень дорого нам обходятся, вот это незнание, поэтому мы очень подробно будем разбирать эту тему, а также какую рыбу лучше покупать, дикую или фермерскую, научимся легко находить хорошие морепродукты по внешним признакам, там различать копченую, псевдокопченую, снова пройдемся по хитростям, там и способам обмана при продаже различных морепродуктов, все о молоке и молочных продуктах, здесь молочная тема тоже потрясающе интересная, опять же, мы поговорим о крайне важных фактах, которые производители стараются обходить стороной, ну и конечно же, разберем разные способы обработки молока и молочных продуктов, там пастерилизация, ультрапастерилизация, нормализованная, цельная, восстановленная, после курса вы это как семечки все будете знать, как дважды два, опять же, научимся распознавать фальсификаты и качественные продукты, подробно остановимся на каждом изделии, поговорим о сырах, о йогуртах, обо всем, всем по отдельности, и вы получите довольно серьезные советы, как выбирать качественные действительно продукты, не только в магазине, но и на рынке, там тоже есть свои хитрости, и опять нотка позитива, я поделюсь своими здоровыми рецептами, молочные альтернативы, азбука жиров, и определяем качество масла, это, я вообще считаю, такая одна из самых важных тем, даже сторонники здорового питания здесь совершают довольно серьезные глобальные ошибки, например, я пришла, ну, недавно была в гостях у своих друзей, они одно время, два года там, сыроедили, очень, очень внимательно, крайне внимательно относятся к тому, что попадает к ним на стол, и принесли бы только масло, ребята, такое масло, не и по цене такое доступное, оливковое, а вкусное, и я говорю, ну, давайте попробуем, и я смотрю, по вкусу, это рафинированная, дезетарированная, оливковая, но она очищенная, оливковая, она уже опасна само по себе, и мне было интересно, и я так говорю, давайте с вами посмотрим этикетку и разберем все по косточкам, там написано, что масло холодного живого, но именно, это вот крупным шрифтом, а мелким шрифтом мы с ними разобрали, по каким вещам можно определить себе на подделку, и после этого, ну, конечно, они меня поблагодарили, потому что они часто покупали это масло, добавляли куда ни попадя, а это очень-очень опасно, и так как я знаю вкус настоящего масла, там я была, там где действительно и отжимают, и выращивают экопродукции, так, дальше, эти вещи мы будем разбирать, и этот пример мы тоже разберем, и как его расшифровать, экстракция, рафинация, очищение, все тонкости производства, да, будем определять качество растительных масел, по степени очистки, по способу отжимов, я говорю, вы будете просто такими мегаэкспертами, подробно, конечно, разберем, что такое трансжиры, сегодня это бич, трансизомеры жирных кислот, и куда ни попадя их везде добавляют, вот, это процесс, конечно, рафинации, сейчас он нам не нужен, и, где они действительно находятся, как их распознать, сейчас их стараются уже завуалировать, самое ужасное, что сегодня люди почему-то не придают им особого значения, но именно этот компонент, который люди игнорируют, маргарин, да, вот, это дешевая замена именно натуральному сливочному маслу, и производителю гораздо выгоднее его везде добавить, во все, ну, в любое производство, сейчас везде и всюду его используют, и для производства маргарина используют самые дешевые растительные масла, да, которые уже подвержены губительной экстрации, и это очень опасно, и потом вводят в них еще там крошечные частицы металла, подвергают воздействию мылоподобных эмулькаторов, и так далее, и так далее, там красители, ароматизаторы, чтобы это какой-то вкус имело, ну, и в конечном итоге эту смесь прессует, продает, производители покупают, и везде, где мы можем посмотреть, детское печенье, очень, вот, чудесное, жир кондитерский, да, вот, пожалуйста, кондитерский, растительный, вот, мы будем изучать, вот, под какими, как могут завуалировать, что порой люди, хорошо, если эксперт, он поймет, а порой люди даже не подозревают, где и как это распознается, а непереваренные трансизомеры не выводятся с организма, что самое ужасное, они не просто накапливаются в нем, да, образуя токсические вещества, а большинство искусственных трансжиров, они воспринимаются организмом, как, ну, как хороший, как натуральный жир, и что самое страшное, вместо того, чтобы от них избавиться, организм использует, вот эти вот трансжиры для построения наших клеточных мембран, он принимает из-за цис-жиры, и вот эта вот подмена и ведет сегодня к этому всплеску страшнейших заболеваний, и я считаю, что заболевания века, это в первую очередь, ну, такие самые страшные, это в первую очередь заслуга трансжиров, и вот эти вот, они находятся везде и всюду, мы покупаем там ребёночку эту сладость, даже не задумываемся, что мы делаем на самом деле, что за этим стоит, вот, хочу сказать, что, посмотрите, мы поговорили о том, помните, опять вернёмся к самому началу, мы говорили о том, что лучше для человека использовать масло без холестерина, если атеросклероз, то или всё-таки там сметаной заправить, и я вот буквально на этих выходных была на конференции, очень довольно интересная конференция, масштабная по нутрициологии, проходила в Минске, и выступал удивительный врач, которого я очень люблю, доктор наук, Антелевский Вячеслав, кандидат медицинских наук, он в 19 лет там в области безлекарственной медицины уже, ну, практикует, да, и он, как он говорит, прошёлся по тяжёлым металлическим каткам по всей теории, которая выгодна скорее корпорациям, чтобы выпускать огромное количество статинов, по его словам, к сожалению, медицина очень часто сегодня из науки вообще превращается в какую-то там мифологию, эти мифы потом долго держатся у наших людей, и один из таких мифов, это атеросклероз и его липидная теория развития, и мы услышали от него шесть теорий, причём липидная теория является самой неподтверждённой в мире из всех шести, всего, конечно, он говорит, я знаю, 18, и липидную теорию мы знаем примерно в таком виде, если есть холестерин, он повышается в крови, и потом завивают сосуды, и вот такой вот линейный миф, который находится сейчас в сознании людей, исходя из него, люди строят своё питание, и это само по себе уже довольно опасно. Вообще, причина атеросклероза полифакторная, и механизм появления бляшки может быть совершенно разный, и в том числе мы разобрали там пять серьёзных факторов, да, приводящих к атеросклерозу, и одна из ну вот таких вот серьёзнейших проблем, это дисбаланс между омега-3, 6 и 9 кислотами в организме, и к этому приводят как раз-таки употребление растительных масел, которые рекомендуют больным атеросклерозом, то есть, понимаете, такая мина замедленного действия рекомендуют именно то, что в конечном счёте человека убивает, тем более с этой проблемой. И, ну, я же говорю, как ощущение королевства кривых зеркал, и человек, который страдает поражением сосудов, он не стремится не есть холестерин, он будет налегать на продукты и богатые боли, это омега-6 и омега-9, и это будет его медленно, но верно убивать. Так что, ко всему сегодня, конечно, нужно относиться критично, вот это мы очень-очень подробно будем разбирать на занятии по растительным маслам, плюс ещё оливковое масло, хорошенечко по нему пройдёмся, это, конечно, очень полезный продукт, но мне хочется, чтобы вы знали, как выбирать действительно качественное, хорошее оливковое масло и определять подделку, а сегодня у них гораздо больше. Разбираться будем в маркировке стартов, изучать знаки качества, виды натуральных растительных масел, их польза для здоровья человека, какие масла не следует употреблять в пищу, где скрываются трансжиры, когда растительное масло превращается в яд, об этом тоже, кстати, не знают многие сторонники здорового питания и эксперты, и какие масла не выделяют канцерогены при жарке, реальные сроки хранения растительных масел, реальные сроки хранения. Спасибо огромное за полезную информацию. Благодарю, Светлана. Следующее занятие, девятое, это вся правда о пищевых добавках. Вы знаете, что вообще в последнее время появилось сейчас очень огромное количество химических веществ, это разные пищевые добавки, ешки и прочее, которых в природе сегодня не существует, и наш организм в первую очередь должен их распознать, чтобы понимать, что с ними дальше делать, потому что они чужды человеческой природе, и организм вообще не понимает, что делать. Они сначала попадают в печень, потом в кровоток, разносятся по органам, а там уже оказывают свое токсическое влияние. В итоге многочисленные проблемы сегодня со здоровьем, и лишний вес, это может казаться на психике, на раздражительности, спровоцировать плохой сон, снижение энергии, и ценность, ну такая неудовлетворенность жизнью. И об этом, я думаю, вообще в первую очередь должны знать очень многие, почему-то многие думают, что мне это не грозит, да, или многие думают, если это стоит на полке магазина, значит, оно сертифицировано, значит, это уже, ну, можно есть, но, к сожалению, это далеко не так. я вам сейчас покажу закон. Это закон относится к Российской Федерации, закон регулирования отношений, возникающих при разработке, принятии, применении к исполнению обязательных требований к продуктам. Смотрите, вот сейчас вот, внимание, да, вот, сконцентрируйтесь, я понимаю информацию лавина, да, но это важно, ребят, это очень важно. Технический регламент не может содержать требования к продукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемой при длительном использовании этой продукции. Накапливаемой при длительном использовании этой продукции. Вот, это статья 7, то есть, если человек съел и сразу там попал в реанимацию, то здесь одно, вы защищены, виновный производитель будет наказан. А если со временем какое-то токсическое вещество себя проявит, то, как вы видите, за это никто не будет нести ответственность. И сейчас, если посмотреть там разные передачи, вот я так иногда смотрю, вот, ну, я имею в виду, там, в интернете видео, в Индекс Е, просто так, благо, мы специально хотим обезопасить от испорченных продуктов, и самое интересное, их потом кладут куда ни попадет, даже сами консервирующие вещества, там, горчицы можно найти, тоже сам консервант. В общем, до абсурда доходит, поэтому нам здесь нужно быть предельно внимательными, и здесь тоже, конечно, есть своя хитрость, те производители, которые в угоду потребителям пишут, что их продукция без Е, могут консервировать при помощи большого количества других вредных веществ. Берем сок. ЕС консервантов, читаем, лимонная кислота в составе, это консервант, его уже положили достаточно много, чтобы он был консервированный. Поэтому мы будем знакомиться с вами с разными пищевыми добавками, поговорим о том, какие действительно опасны, о каких не стоит остерегаться, потому что действительно есть и безвредные, разрешенные добавки. Ну, есть разрешенные, а есть безвредные, это тоже разно, потому что разрешенные бывают далеко не безвредные, и вы их тоже можете увидеть везде и всюду. Мы очень качественно, должны очень четко вот эти вещи понимать. Не все Ешки, конечно, нужно бояться, за ними могут скрываться и стопроцентные натуральные вещества, мы с ними тоже поговорим о них. И такая сладкая тема у нас десятая, но довольно объемная. Многие уверенно считают, что уже все знают о сахаре. Далеко это не так. Кроме того, что сахар вреден, не все знают, что существует там очень много и примесей, каких мы разберем. Мы вообще откунемся в тонкости технологического производства сахара. Все не так просто, вы узнаете 59 причин, почему стоит все-таки отказаться от этой сладости. 12 названий, под которым его вот таки красиво могут завуалировать, где находится скрытый сахар, от которого мы даже не догадываемся. Если польза в тростниковом сахаре, выясним вот эту вот разницу между очищенным и неочищенным. Здесь тоже всякие мифы бывают. И порой, если продукт без сахара, то тоже может свидетельствовать, что там масса химических подсластителей, многие из которых могут быть очень-очень токсичными. Дальше мы сегодня, вот смотрите, вскользь остановились только о фруктоиде, на фруктозе, да, как много узнали. И, конечно же, вот тема вообще очень объемная, это искусственные сахарозаменители и натуральные подсластители. Вот мы с вами разобрали, да, сегодня сироп шиповника и к чему, как видите, вот наше незнание может привести, наоборот, к сахарному диабету. А мы думаем, что это здоровое питание. И хочу сказать, что там многие написали, что сироп шиповника первый, где фруктоза содержится. Мы сегодня, конечно, узнали о фруктозе. Чуть-чуть позже отвечу на эти вопросы, сейчас быстренько расскажу. Но смотрите, кроме того, что мы прочли, я считаю, что нас десяточку попал тот человек, я не помню, кто написал, я бы не купил ни один из этих продуктов. И это, конечно, правильно. Почему? Мы покупаем сироп шиповника для того, чтобы получить витамин С. Тот, который с фруктозой еще более вреден для здорового человека, не больного сахарным диабетом, чем сахаром. Но вы не обратили внимания, в составе был указан вот такой вот небольшой нюанс. Добавлена аскорбиновая кислота. Зачем? В принципе, если вываривают, берут, мы для чего берем шиповник для аскорбиновой кислоты? Даже не для аскорбиновой, а для витамина С. Это разные вещи. То есть, мы берем витамин С и дополнительно почему-то добавляют аскорбиновую кислоту. Почему? А потому что, потому что сейчас больше всего выращивают, больше всего находится витамина С в шиповнике розорогоза или шиповник майский, морщинистый. Потом покажу мне где-то есть такие картинки. И в этих сортах содержится до 14% витамина С. Но более дешевый производитель его берут. Это собачий шиповник. И там 0,2 до 6%. То есть гораздо меньше витамина С. И дабы довести до нормы продукт, синтетический витамин добавляет. Он нам нужен? Нет. Наоборот опасен. в общем такие тонкости не представляете? А мы должны знать. То есть должны учитывать. И должны очень внимательно видеть состав. Просто будете как семечки щелкать любой состав. И первая лекция у нас пройдет на тему натуральных сахарозаменителей. Туда у нас входит подробненько еще поговорим о фруктозе. Да вот тот самый сироп шипомника розорогоза содержит очень много витамина С 14% и вот собачий который очень мало но его чаще используют он дешевле. Дальше ксилит разберем глюцин манит мальтит изоматит вот такую красоту делают из изоматита можно ее есть или нет мальтодекстрин и ягуаровую камедь но что из этого полезно стивиозит что что вредно ну вот многие вообще мифы даже ну точно в общем очень очень много мифов в питании их тоже могут чеваты последствиями быть вот даже один такой нюанс расскажу сейчас практически во все во все детское питание добавляются подсластители вы никогда их не узнаете по составу ну человек который глубоко не погружался в эту тему его не заподозрит изначально они были считали что эти подсластители ну полезны для организма но сейчас уже все больше исследований говорит о том что они вызывают довольно опасный дисбаланс микробиоты и патогены микроорганизма на нем гораздо быстрее растут и у малыша будут колики соответственно газообразование кроме этого аллергические реакции могут пойти ну в общем такие нехорошие вещи то есть мамочка даже будет знать из-за чего болит животик у малыша а мы доверяем то есть это казалось бы для грудничков да или для малышей совсем вот такие и вплоть до эндокринных изменений если постоянно кормить ребенка такими вещами вот эти все вот это все мы разбираем на нашем курсе я считаю это вообще ничего не может быть важнее этой информации сегодня иначе мы просто вымрем как мамонты и эти ингредиенты добавляют соответственно там спортивное питание фитнес питание и конечно там человеку который армлестлингом занимается может колики не страшны но скажем повышенное газообразование изменение микрофлоры и будни нужно и также мы поговорим в первой лекции об искусственных сахарозаменителей это эцикломат натрия аспартам неотам энцефальфосфат калия по каждому пройдемся сукралоза эритрит сахарин его натриевые соли и так далее и так далее и разберем опасные и сомнительные сахарозаменители все натуральные сахарозаменители все ли они безопасны да а также плюсы и минусы искусственных они тоже разные бывают подробно о каждом сравним по вкусовым качествам калорийности безопасности преимущества недостатки кокосового сахара разберем натуральные сиропы безопасные какие безопасны а какие небезопасны все-таки хоть они и натуральные подробно о каждом там сиропогавы топинамбра кленовый финиковый их много-много-много-много вот медовые премудрости за что я люблю мед расскажу как правильно определить качество его опасен ли ОМФ в меде о котором сейчас часто говорят вот и что такое диастазное число и конечно же сладости в растительном мире и природные источники глюкозы мы разберем какие какие вообще можно делать вкусные вещи очень вкусные абсолютно без всех сахарозаменителей вот я решила в этом занятии сделать еще отдельное видео заснять это мои последние самые такие удачные рецепты сейчас они самые любимые в моей семье без глютена мы их делаем коврижки там разные выпекают без капельки никакого сахара естественных сахарозаменителей там нет вот ни подсластителей ни сиропов и получается невероятно вкусно всякие тортики все это рецепты будут бонусом для тех кто подарок кто идет на курс ваши рецепты доступные продукты абсолютно вот абсолютно с закрытыми глазами очень легко найти никаких там заморских каких-нибудь там порошок ба-ба-ба да не не будет очень очень доступные очень легкие даже самим можно на кухне у себя их сделать или в любом магазине приобрести и сейчас я расскажу о самом курсе вот первое участие это 9800 туда входят все лекции 11 блоков там получается 12 лекций всего довольно объемных и серьезных лекций плюс онлайн встреча будет в подарок 26 числа мы встречаемся я расскажу это будет довольно серьезная такая встреча об экопосуде экологичная посуда на кухне плюс еще у меня много разных фишек уже накопилось постепенно накапливается информация я ее рассказываю получит еще плюс две лекции в подарок можно выкупить одну лекцию любую она стоит 1400 если сложить все лекции получается 15400 вот но мы сделали скидку 9800 эта скидка продлится ровно неделю у нас будет такой ну как скидочная получается коридор да и вы можете если скажем даже забронируете место сегодня можно забронировать место вы получаете 15 лекций и если посмотреть у вас одна лекция там 650 рублей выходит то есть та информация которую я годами на конференциях читая книги вот так собирала такого курса просто нет это такой эксклюзивный вариант я говорю его даже германский институт меня принял пригласил на работу благодаря вот они услышали на презентацию этого курса и потом уже пригласили меня туда преподавать и я очень благодарна за это и я считаю что это просто классный вариант можно участвовать дальше можно так это экологичная посуда на кухне будет плюс еще как определить качество специй я хочу дополнительный бонус сделать вот такую вот лекцию то есть будем определять там и качество кассии там как определить наконец-то кассию легко там от корицы ванилин полезен вреден много всяких таких вот мелких фишечек я была на одной конференции там женщина которая занимается всю жизнь специями рассказывала такие вещи тоже очень хочу с вами ими поделиться вы их нигде не прочитаете не увидите однозначно да эти лекции уже эти лекции записаны они не были в других курсах ни одна из них это свежий курс совершенно только единственное те кто у нас в институт пришли обучаться на магистра на магистратуру на годовое обучение они уже включены в их обучение а так никто ни разу эти лекции никогда не слышал это совершенно новый курс да есть возможность очень классная сегодня возможность на него пойти причем вы можете сегодня не если хотите можете оплатить сегодня участие можете забронировать место стоимость это стоит 500 рублей сразу получаете лекцию о йоде вот в подарок сразу получаете рецепты и потом уже оплачивая там решите как или частями или сразу сумму вы получаете все лекции курса от института причем их высылаю не я высылает институт потому что они принадлежат я говорила это собственность германского института именно от них вы будете получать эти лекции и будете считаться уже частью нашей большой семьи как студентам дальше следующее в следующий у нас получается такой план это участие то есть получаете опять же все лекции бонусы и плюс еще добавляете закрытую группу мы там будем общаться ответы на вопросы но у нас будет конечно онлайн встреча для всех однозначно 26 числа вы подготовите за это время вопросы да я буду отвечать заранее мне пожалуйста только их задавайте чтобы я подготовилась и довольно классные вам ответы дала на эту тему и вы те кто будет находиться в онлайн группе закрытой группе у нас контакте конечно мы там будем постоянно общаться тоже ответы на вопросы группа будет действовать до нового года у нас там будет идти плотное общение плюс каждый участник который вот именно во втором плане получает вот такой вот сертификат и я думаю что это уже новый сертификат мы сейчас выпустили его вот это сертификат от зеленой школы о том что вы уже являетесь экспертом по питанию вы прошли полноценный курс можете этим гордиться и третий уже вы получаетесь получается полностью зачисляетесь в институт да являетесь его студентом и получаете кроме этого сертификат от европейского института совершенно довольно серьезный выходит вот такой вот сертификат да со всеми соответствующими регалиями вот когда-то я сама была студенткой в свое время мне был выдан этот сертификат сейчас он висит на стене и является гордостью и четвертый тариф четвертый тариф а хочу сказать что кроме этого вы студент как студент института еще дополнительную лекцию кроме всех бонусов получаете это основы современной диетологии потому что вы еще приходите как диетолог да вот зачисляетесь в институт и стоимость этого тарифа 18800 и четвертый тариф это складчина и тоже есть такой тариф не улыбайтесь я думаю что многие с ним знакомы я свое мнение однозначно высказывала да рассказывала что мое мнение по этому поводу вы знаете я не даю своего благословения тем людям которые таким образом приходят вот но это ваши кармические завязки здесь полностью самостоятельно вы несете ответственность и во вселенной нет должников и я никого никогда не сужу но я знаю что настолько во вселенной все правильно и все разумно и каждый здесь сам волен решать вот каким способом да или обмана или честно приходить и поэтому каждый выбор делается но здесь сразу хочу предупредить что здесь он невозможен потому что германский институт во-первых высылает очень очень тщательно следит за своим контентом да и все закодировано смотреть можно будет только на ноутбуке всегда вот лекции они приходят к вам они будут у вас на компьютере они отдаются к вам пожизненно они у вас будет но открывать вы можете их у себя на компьютере да на своем и плюс если кто-то с какими-то мыслями о склачении то здесь очень опасно с ними уже были такие случаи я никоим никаким образом не пугаю нет просто есть лучше этого не делать потому что потом штрафы даже не русские там европейские штрафы они человека просто из-под земли достанут если где-то как-то куда-то на сторону уходит контент я хочу рассказать последнее о чем я обещала а я обещала вам рассказать о кальций какой продукт меня именно ингредиент меня смутил кальций вот смотрите меня смутил даже не антислеживающий агент потому что там аэросил аэросил это диаксид кремния диаксид кремния он не опасен даже есть это в принципе такой сорбет и сорбет который используют причем даже в медицинской практике для того чтобы какие-то токсины вывести для того чтобы помочь организму он придает и как сыпучесть порошка придает предупреждает появление комков и там его в качестве загустителя используют вот то есть это такой антеросорбент он связывает и выводит все токсические элементы а меня смутила белая капсула вот понимаете почему потому что там добавлен именно там диоксид титана и в последнее время если раньше это считалось абсолютно безопасной такой вот добавочки диоксид титана там сефир добавляют он делает все белым например зубная паста у нас беленькая посмотрели в составе диоксид титана добавили да какая-то мармелад прослойка белая диоксид титана добавили то есть там где добавлен диоксид титана нужно опасаться этих продуктов в последнее время уже французские ученые забили тревогу диоксид титана приводит вот там ничего страшного здесь совсем немножечко но вот это все у нас настолько у нас все вокруг химия у нас наше к сожалению линолеум на половой тост на нас влияет куда ни кинь эти вышки стоят кругом роутер работает все влияет и вот эти капельки желательно от них уходить потому что все это наше здоровье и диоксид титана я его избегаю поэтому эти капсулы они в принципе имеют хороший состав но мы должны я их просто высыпаю и там смешиваю с водичками и так сразу в рот высыпаю они довольно вкусные вот таким экспертом должен быть каждый из вас каждый этими знаниями нужно обладать это просто необходимо сегодня как воздух знать их считаю что вообще нужно сегодня необходимо каждому человеку знать эти знания должны быть основой я вообще не знаю что может быть важнее этих знаний я действительно хочу вам передать вообще каждому из вас эти знания и это они позволят изменить вообще всю жизнь в более качественную сторону и моя цель дать вам правдивую актуальную такую важную информацию она конечно не самая веселая но она очень нужна нам всем я уверена что она сослужит каждому хорошую службу и я знаю что из многие из вас такие продвинутые в плане здорового питания но поверьте у каждого из вас щелкнет в разных местах будет свое прозрение и тот самый щелчок в скважине которое окончательно откроет дверцу к пониманию вообще продуктов которые мы покупаем и это произойдет у всех я в этом уверена вот и хочу сказать что на сегодня все я уверена что каждый кто пришел на этот вебинар я очень долго к нему готовилась мне очень хотелось передать вам много вот вместить туда достаточно много информации он оказался информативный два часа мы с вами так общались довольно плотно и надеюсь что это время прошло для вас не даром я очень надеюсь что в каких-то моментах вы уже станете более компетентны и последнее что хотела сказать давайте с вами ценить и тот мир в котором мы живем и вот посмотрите я сейчас подготовила такую вещь вот такой вот сумочкой я хожу всегда за продукт она лежит у меня в моей сумке вот такая вот маленькая легкая сумочка я думаю не сложно сейчас уже найти приобрести да что-то подобное то есть никогда никогда я не покупаю большие пакеты она ничего не весит но тем не менее очень прочно выдерживает так вот здесь написано да на французском что она голубая blue потому что зеленая вот она голубая потому что зеленая ну потому что она бережет природы зеленая такая же у меня есть розовая потому что зеленая разные цвета сиреневая и вместо одноразовых пакетиков я например лук или фрукты набираю вот такие вот у меня пакетики их у нас есть экологичная группа вот эти девочки наши бобровичанки где я живу шьют вот такие чудесные пакетики тот кто в Белоруссии может себе заказать у меня они разные есть маленькие там если взять например три яблочка каких-нибудь да или килограмм скажем апельсинок и большие и никогда понимаете это целая тонна пакетиков каждый из нас может вот эти вот вещи ну тоже об этом заботиться как сегодня мне сказал человек который ну продает фрукты на рынке я говорю не кладите в пакетик дайте мне их просто так мне уже были все запомнены а вот он говорит это ничего не изменит я говорю знаете если каждый так будет думать то это ничего не изменит а я хочу чтобы изменило и чтобы мы с вами меняли этот мир к лучшему обнимаю вас всего вам доброго всего вам самого-самого хорошего с вами была Оксана Мицкевич и до новых встреч их можно приобрести я покупаю у нас девочки не для какой-то коммерции больше наверное свою лепту тоже носят свой добрый вклад они шьют и по Белоруссии можно заказать там по 5 рублей вот такое чудо стоит они многоразовые постоянно хожу очень удобно и на этом хочу сказать вам большое спасибо всем кто был до конца до самого конца здесь с нами и поблагодарить всех кто думает о своем здоровье вы большие молодцы я очень рада что столько людей таких скажем тоже экспертов в этом деле находятся и в чате сегодня были я смотрела и разбираются в многих моментах я хочу чтобы вы стали еще на планку выше вот так что приходите конечно к нам в группу к нам на обучение буду я уверена что вы будете очень довольны тем что будете изучать и хочу сказать всем до новой встречи рада была если вам эта информация пригодится я уверена она должна вам пригодиться она должна вам понравиться потому что это такие не ну так скажем важные вещи не просто я готовилась и хотела передать и таких о важных моментах рассказать и я уверена что много нового вы сегодня приобрели и классно если это так на этом я обнимаю вас всем сердцем я прощаюсь давайте вместе думать и о здоровье и о том чтобы немножечко заботиться об этом мире с вами была Оксана Мицкевич и до новых встреч